Добрый день, уважаемые слушатели! Меня зовут Рогожин Василий Николаевич, я кандидат биологических наук, доцент. И уже не первый год, почти столько, сколько существует известный многим сайт решу ЕГЭ, он же сдам ГИА, я стараюсь писать комментарии к некорректно сформулированным заданиям или некорректным пояснениям к этим заданиям на этом сайте в разделе биология. Как в разделе ЕГЭ по биологии, так и ОГЭ по биологии. Но, к сожалению, не всегда действия модераторов и администраторов в разделе биологии на сайте решу ЕГЭ кажутся адекватными. Потому что, видимо, из-за того, что некоторые модераторы обижаются на собственную некомпетентность и незнание, единственным выбором, выходом из ситуации, когда пользователь пишет опровержение к определенным ошибкам, допущенным в пояснениях к заданию, они выбирают самый простой путь заблокировать пользователя, собственно, что и выбрали они в отношении меня. Вот на сегодняшний день, если переходить на сайт решу ЕГЭ, вот можете обратить внимание, даже я это сделаю с Яндекса, к сожалению, моя запись заблокирована до 16 ноября 2019 года, сегодня 12 число. Ну, видимо, таким образом модераторы и администраторы решу ЕГЭ в разделе биологии пытаются задушить любые поползновения к исправлению этой неоспоримой истины, которая указана, по их мнению, в пояснениях к заданиях по биологии на их сайте. Но меня не первый раз блокируют. Я постараюсь сейчас просто обрисовать ситуацию, которая привела к тому, что меня заблокировали на этом сайте и лишили меня возможности писать какие-то комментарии. В чем суть проблемы? Есть такое задание в решу ЕГЭ, номер 14143. Можете проверить, если это задание, конечно, уже не удалили после наших переписок. Скорость фотосинтеза зависит от факторов, среди которых выделяют свет, концентрацию углекислого газа, воду, температуру. Почему эти факторы являются лимитирующими для реакции фотосинтеза? Проблем в вопросе никаких я особых не вижу. Но в пояснении под пунктом 2, обратите внимание, составители пишут, что углекислый газ и вода – это основные компоненты реакции синтеза глюкозы углеводов. Вот именно к этому я пытался апеллировать. Потому что если углекислый газ действительно – это основной компонент реакции синтеза глюкозы, то есть реакция цикла Кальвина или С3 фотосинтеза, реакция фиксации углекислого газа, они даже так и называются, то вот воду считать основным компонентом реакции синтеза глюкозы скорее все-таки нельзя. Нужно разделять фотосинтез на две фазы – на светозависимую и светонезависимую – и понимать, отдавать себе отчет в том, что вода принимает участие в световой или светозависимой фазе фотосинтеза как донор электронов, необходимых в конечном итоге для синтеза АТФ и восстановителей. НАТФАЖ, например, который потом и восстанавливает этот углекислый газ до глюкозы, вернее до различных сахарофосфатов, из которых потом синтезируется глюкоза, сахароза и прочие сахара, и не только сахара. Об этом, об этой ошибке я пытался написать составителям этого задания, модераторам сайта. К сожалению, эта переписка сохранилась только в скриншоте экрана, потому что я чувствовал, что результатом этой переписки будет моя блокада. Обратите внимание, здесь вот внизу этой фотографии как раз содержится мой комментарий от 17 октября о том, что вода не является компонентом реакции, синтеза глюкозы, таким компонентом является только углекислый газ. Цикл карвина, в котором происходит синтез сахарофосфатов, фиксирует только углекислый газ и восстанавливает его с помощью НАТФАЖ. А вода же используется только как донор электронов для электронно-транспортной цепи телокоидов в световой фазе фотосинтеза. И так далее. Также я здесь пытаюсь апеллировать к тому, что вода является лимитирующим фактором для фотосинтеза. Это тоже с большой натяжкой лишь можно считать. Потому что растение скорее будет испытывать недостаток по, например, углекислому газу, нежели по воде, самому распространенному соединению в растительной клетке, даже в условиях засухи. На что служба поддержки? Раньше это была Наталья Евгеньевна Баштанник, с которой мы тоже переписывались в свое время и заочно знакомы. Сейчас они свое имя и фамилию боятся, видимо, здесь приводить. Просто служба поддержки. Отвечает, что при недостатке воды растение будет закрывать устицы, сбрасывать листья, увидать. Эти процессы препятствуют фотосинтезу. Давайте, опять-таки, отдельно, что такое лимитирующий фактор и что значит препятствовать фотосинтезу. Значит, если мы говорим о лимитирующем факторе, мы подразумеваем, что фотосинтез идет, а не отсутствует в принципе. Вот, собственно, тут-то они мне ответили только на то, что воду можно считать лимитирующим фактором, как они считают. Но ничего не ответили и не внесли никаких исправлений в пояснение по поводу того, что вода является компонентом реакции синтеза глюкозы. Вот мой ответ в этом окошке вы можете прочитать подробно. Я главную суть сейчас изложу о том, что, собственно, их доводы никаким образом не защищают тот факт, что вода является лимитирующим фактором. То, что растение может закрывать устицы по недостатке воды, безусловно так. Но то, что при этом вода будет лимитировать фотосинтез, скорее нет. Потому что если растение закрывает устицы, гораздо быстрее в растении исчерпываются запасы углекислого газа. Это все прекрасно знают и знают приспособления у растений, которые вынуждены в течение светового дня закрывать устицы либо на весь световой день, либо на его полуденные часы. Это так называемый С4 и КАМ фотосинтез, который как раз и решает проблему недостатка углекислого газа. Но не решает проблему недостатка воды. Вода будет лимитирующим фактором в самую последнюю очередь. Скорее всего, до воды дело просто не дойдет. И фотосинтез остановится или будет тормозиться из-за отсутствия углекислого газа, например. Или из-за перевосстановленных молекул надфаж. Так вот, то, что они говорят о том, что сбрасывание листьев и увядание препятствует фотосинтезу, я бы сказал, что это просто отменяет фотосинтез. Потому что если растение сбросило листья, то о каком фотосинтезе в этом растении тогда может идти речь. И как можно говорить о факторах, которые лимитируют реакции фотосинтеза, если самих реакций нет. И для того, чтобы меня наконец поняли, может быть, со второй попытки модераторы, я привел пример, видимо, после которого они сильно обиделись и посчитали, что меня лучше заблокировать и не иметь со мной никакой переписки в принципе. Я пишу, что считать воду фактором, снижающим скорость фотосинтеза, это все равно, что считать деньги лимитирующим фактором в реакции получения водорода, например. Потому что из-за их отсутствия мы не смогли приобрести аппарат КИПа, в котором должна идти реакция получения водорода. Вот приблизительно об этом они написали в своем комментарии. Контр-комментария, контр-ответа я от них не увидел. И увидел только на следующий день, что меня просто заблокировали. Эта блокада происходит уже во второй или в третий раз, я сейчас не помню, за последний год. Тоже в ответ на мои различные комментарии, касаемые других заданий. Ну, что можно сказать? Ну, самим модераторам мне сказать нечего. Видимо, какая-то проблема с самооценкой. А вот школьникам, родителям, которые пользуются этим сайтом, я хочу порекомендовать критично относиться ко всем пояснениям, к формулировкам заданий на этом сайте. Не нужно отождествлять ответы сайта Решу ЕГЭ с эталонными, истинными ответами, скажем, Федерального института педагогических измерений, который разрабатывает эти задания и ответы к ним. Не нужно считать истинной в последней инстанции то, что написано в ответах сайта Решу ЕГЭ. Будьте осторожны. Здесь очень много заданий имеют ответы с ошибками. Некоторые формулировки заданий некорректны. Поэтому желательно, конечно, чтобы вы работали с фундаментальной литературой, с учебниками и брали, черпали информацию и ответы на задания из них, а не с сайта Решу ЕГЭ, учитывая, каким образом его модераторы отсеивают любые поползновения, любые попытки исправить ошибки в их собственных пояснениях. Спасибо за внимание.